Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В деле экс-директора фонда капремонта появились новые эпизоды. В ходе следствия были выявлены еще три эпизода преступной деятельности Виктора Тарасова. Всего на данный момент известно о шести. На общую сумму 3 миллиона 900 тысяч рублей, сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на информацию от областного следственного управления. Ранее сообщалось о том, что Тарасов три раза получал взятки в размере 1 миллион и 1 миллион 200 тысяч рублей, а также 800 тысяч от предпринимателей за заключение с ними договоров на выполнение работ по капремонту и беспрепятственную их приемку. Расследование дела продолжается. В следкоме просят кировчан, обладающих информацией об аналогичных фактах получения обвиняемым взяток, обращаться в управление по телефону 485-124. Средняя цена квадратного метра в новостройке Кирова – 84 тысячи рублей. На вторичном рынке жилья показатель несколько ниже – около 80 тысяч. Тот факт, что новостройки стали строить дороже вторичного жилья, эксперты связывают с увеличением числа новых квартир с чистовой отделкой, которые не требуют дополнительных вложений в ремонт. В последние годы цены на жилье в Кирове выросли в два раза. Так, в конце 2018-го квадратный метр в новостройке стоил 42 тысячи 700 рублей. В эфире «Экономика». В Кирове выставили на продажу магазин «Бабушка Фрутто». Объявление появилось на Авито. Причину продажи объясняют возобновлением основной деятельности, которая приостанавливалась из-за пандемии. Потенциального покупателя обещают всему научить. Выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции. Цитирую, все данные по выручке можно подтвердить онлайн-кассой и данными эквайринга. Говорится в объявлении, просят за готовый бизнес 14 миллионов рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.